Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, со мной моя помощница. Всем привет, я с вами Соня Карапуз. Соня Карапуз, моя маленькая помощница, да, Сонечка? Да, мне сегодня будет помогать снимать распаковку. Распаковка у нас из магазина Дикси. Сразу прошу прощения за такой свет, у нас сейчас вечер уже. И, естественно, за окном уже темно. Снимаю при искусственном свете. Конечно, дополнительное освещение у меня лампы есть, но все равно не спасает. Поэтому снимать не хотела, но Соня говорит, мам, ну давай снимем. Мы давно не снимали видео. Правда, давно что-то... Ну, не разленились просто, на самом деле, устаю после работы. И в последнее время слишком много дел снимать некогда. Но сегодня, по просьбе Сонечки, снимаем видео для вас, друзья. У нас небольшая распаковка. Мы сегодня бюджетно, можно сказать, закупили продуктов. Итак, Соня попросила вот такой йогурт, савушкин, 2% жирности, здесь лесная ягода, срок годности все в порядке. Он был по акции. И стоил этот йогурт... Так-так-так... И стоил этот йогурт 23 рубля. Недорого. Был по акции, как я сказала. Не знаю, хороший, нехороший. Ну, ребенок схватил. Хочется ей такой. Также, куда же без сока? Сок всегда Сонечка покупает. Сады Придоне. Я хотела взять, кстати, был по акции большой сок. Но Соня говорит, нет, мам, давай маленький, потому что я не смогу удержаться. Говорит, я выпью весь большой. Потом у меня будут либо какая-нибудь аллергия, либо еще что-нибудь. И ночью уснуть не сможет. Говорит, ну ладно, давай купим такой. А завтра тогда пойдем в магазин и купим еще соль с очком. Обычный, я не знаю, яблоко-виноград, да. Он тоже по хорошей цене очень был. Так, сколько, сколько, сколько? 21 рубль он стоил. Написано было, что акции. Не знаю, как на самом деле. Также Соня попросила купить... Это у нас гранат. Не знаю, кто любит гранаты. Пишите в комментариях, покупали ли вы, как сейчас гранаты. Свежие, не свежие, не свежие, сладкие, вернее, сладкие. Ну, вроде бы вот такой вот сухая уже полдоножка. Красный достаточно такой, бордовый. Небольшой всего-навсего этот гранат вышел нам на 35 рублей. Была тоже хорошая скидка на гранаты. 90 рублей всего-навсего за килограмм. Ну, Соня спросила. Соня, кстати, никогда не пробовала. Она спросила, я говорю, будешь? Она говорит, да, мам, буду пробовать гранат. Хотели киви, киви были просто ужасные. Бананов вообще никаких не было, поэтому взяли то, что было с рукой. Также мне очень понравились яблочки сезонные, прям красные, зеленые, красивые. Прям выглядят очень сочные и как будто очень вкусные. Мимо проходили мы когда витрины, где были эти яблочки. Очень стоял такой вкусный запах яблок. Поэтому я не удержалась, решила немножечко купить, попробовать тоже нам. Яблоки нам обошлись всего-навсего на 69 рублей, по 74 рубля за килограмм они стоили. Написано сезонно, не знаю. Также я купила гауда сыр, вот такой кусочек за килограмм 550 рублей он стоил. Вот такой кусочек вышел всего-навсего на 149 рублей. Небольшой. Мы сыр любим, Сонечка любит и с бутербродиками мы часто кушаем. Мне очень нравятся горячие бутерброды. Я очень редко ем с сыром, но нравится. Соня даже просто так утром может покушать, с чаем. Также мне очень захотелось вот такую капусту. Это салат из морской капусты с крабовым мясом. Естественно, имитация крабового мяса. Все очень нормально со сроками годности. И стоил такой салат очень недорого. По-моему, всего-навсего 108 или 109 рублей. Я сейчас просто не хочу искать здесь, настолько мелко все в этом чеке. Мы такой салатик очень любим. И мне очень захотелось, Соня спросила, Соня говорит, да, давай возьмем. Не знаю, может быть, завтра картошечки отварим и с отварным картофелем это съедим. Может быть, сегодня просто с черным хлебом попробуем. Также купили вот такую колбасу. Папа у нас очень любит, 100, по-моему, 60 рублей, что ли, стоила. Здесь я не знаю, сколько граммов, потому что здесь нигде нет, сколько она весит. Ну, вот так вот по весу, как обычная 300-граммовая где-то упаковочка. Сейчас даже скажу. Так, так, так. Нету, даже в упаковке обычно пишут, сколько граммов, а это что-то вообще ничего нет. Никакого познавательного знака. Такую колбасу я, если честно, не очень люблю. Мне не нравится вот этот вот запах сильного слишком копчения. Она буквально еще недавно стоила, там, какие-то копейки по 90 рублей продавали. А сейчас цена в два раза практически уже грезла. Не знаю, как по мне. Ну, она неплохая на вкус, но вот единственное, мне не очень нравится сильный запах копчения. В принципе, черкизовая продукция мне вообще нравится. Соня ест. Муж у меня любит именно вот такую колбасу. Ему не нужно никакой докторской, ему не нужно никакой копченой. Именно вот такую вот он обожает. Когда видит, он постоянно ее покупает в магазине. Поэтому купили в основном для мужа. Но у Сони тоже она всегда не отказывается. Как по мне, я не очень люблю вот такие жирные сорта колбасы. Мне больше нравится вот если из колбасы, то какой-нибудь сервелат финский, вот что-то такое. То есть, где поменьше жира, либо вообще мне нравится вот то, что мне нравится, я вам сейчас покажу. Но не именно эта марка, я не говорю. Тоже была по хорошей цене. Мясницкий ряд. 100, по-моему, 40 рублей она стоила за здесь 400 граммов колбаски. Мы уже брали такую колбасу. Ну, я не могу сказать, что она шикарная, но она неплохая. У нас был выбор взять либо из индейки ветчина, либо вот такую взять докторскую. Ну, не знаю. Соня сказала, что берем такую. Я думаю, что она немножечко будет лучше. Попробуем, посмотрим, не знаю. Ну, вот за такой кусочек. Это акционная цена была. Было написано, что типа так цена этой колбаски 200 с чем-то рублей за вот кусочек. То есть, это не за килограмм цена. Это цена за вот такой кусочек. Я не знаю, сколько здесь. 400 грамм, по-моему, говорила. Да. Ну, как-то так. Я уже брала хорошее, друзья. Поэтому взяла и в этот раз, потому что я совсем тоже подозрительное что-то стараюсь не брать, потому что, ну, сами понимаете, выкинуть потом просто жалко деньги. Ну, и Соня захотела еще вот такой сырок вкусный. Я сладкого что-то не хочу, поэтому взяла только для Сони одну штучку. Сырок был, кстати, по 26 рублей. Тоже уже, я помню еще, когда эти сырки были, рублей по 15. Сейчас уже вот такие цены. Ну что, вот такие покупочки у нас на сегодня. Скромная достаточно закупка, но, можно сказать, мы сегодня купили только-только вкусняшки. В принципе, у нас завтра в планах с Сони и с папой доехать до магазина. Я не знаю, в какой именно мы поедем в супермаркет. Может быть, даже в Ашан. Может быть, просто до пятерочки доедем. Я хочу купить, подкупить масло растительное. Немножко курицы подзаканчивается у нас. Может быть, индейки. Ну, посмотрим. По мелочам. Потому что тоже у меня и макароны дома заканчиваются. Вот надо будет сделать ревизию. И то, что нужно подкупить. А на сегодня пока, друзья, все. Вот такая у нас была небольшая покупка. Да. Говорим вам огромное спасибо за то, что нас поддерживаете, за то, что нас смотрите. Сонечка, пишите нам хорошие, добрые комментарии. Да, дочь? Если что не так. Очень сегодня, правда, устали. Уже конец дня, можно сказать. Скоро, через пару часов уже будем ложиться спать. Поэтому, наверное, уже все. Сегодня снимать не будем. Сегодня будем отдыхать. Сейчас немножечко, наверное, Сонечка перекусим. Но снимать уже, наверное, не будем. Очень тяжело. Не хочется, на самом деле. Завтра снимем завтрак. Да, Сонечка? Вкусный с яичной, как мы любим. На сегодня пока все, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.